Фольклорные элементы Мы уже говорили с вами о том, какое огромное влияние фольклор оказал на развитие литературы. Писатели и поэты использовали фольклорные образы в своих произведениях. И наверняка в русской литературе нет ни одного писателя или поэта, который прошел бы мимо этой темы. И к таким писателям, конечно же, относится Александр Сергеевич Пушкин. Алексей Максимович Горький отметил, что начало искусства слова в фольклоре. Мы с вами выяснили, что фольклор и литература тесно связаны между собой. И писатели-поэты, обращаясь к этой теме, прежде всего хотели соприкоснуться с народной жизнью, перенести какие-то элементы, какие-то образы в свои литературные произведения. Горький отмечал, что Пушкин был первым русским писателем, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу. Он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменным их смысл и силу. А сейчас мы рассмотрим с вами вопрос фольклорной элементы в произведениях Александра Сергеевича Пушкина. Обратите внимание, поэтические мотивы отразились в произведениях Пушкина с особой глубиной. Сам Пушкин не раз восхищался прелестью устного народного творчества, особенно сказок. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма. Что за роскошь? Что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Одно это высказывание подчеркивает, с каким уважением, с какой любовью поэт относился к устному народному творчеству. Народные элементы, естественно, входили в поэзию и прозу Пушкина, поскольку она сама была народной, глубоко проникающей в духовный мир. Пушкина пленяла народное творческое воображение, фантазия народа, художественное образное мышление, темы, мотивы, стихия, языка, принципы фольклорной сказки, народный склад. Я напоминаю вам о жанрах устного народного творчества не случайно. Каждый из этих жанров нашел отражение в произведениях Пушкина. Мы встречаем в его сказках и пословицы, и поговорки, и песни, и считалки, и загадки. Говоря о сказках Пушкина, мы прежде всего должны отметить, это убаюкивающий мир, запоминающийся, яркий, красочный. Это мир, который ведет нас в страну волшебства. И там, в этой стране, мы встречаемся с такими героями, которые на всю жизнь нам запоминаются. А сейчас, ребята, я предлагаю вам принять участие в литературной викторине. Перед вами название сказок. Вопрос. Какие сказки принадлежат Перу Пушкина? Вам нужно будет только отметить номер сказки. Ребята, я думаю, что вы справились с этим заданием, потому что сказки Пушкина известны нам с самого раннего детства. Итак, у вас получились цифры 1, 3, 6, 7. Речь идет о сказках. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о попе и о работнике его балде. Сказка о царе Салтане. Остальные сказки принадлежат Перу других писателей. Кстати говоря, каждое имя нам тоже хорошо знакомо. А знаете ли вы, ребята, что Перу Пушкина принадлежат 7 сказок? А теперь, ребята, вспомним, какие фольклорные образы мы с вами встречали в сказках Пушкина. Они ведь яркие, запоминающиеся. Белочка, которая песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые. 33 богатыря выходят из моря и несут с собой уверенность в том, что справедливость восторжествует. Обратите внимание на царевну лебедь. Во лбу звезда горит. Это ведь тот образ, который очень ярко описан был в сказках устного народного творчества. Золотая рыбка. Ведь мы на сегодняшний день довольно-таки часто, уже в нарицательном смысле, употребляем это выражение. А теперь исследуем с вами одну микротему. Мы проследим, какие прообразы были в устном народном творчестве, которые были использованы Пушкиным в его сказках. Кот Баюн из сказки «Чудесные дети». Кот Баюн был использован в его произведении, и нам он хорошо знаком под именем «Кот ученый». Обратите внимание. Вверх идет, сказки сказывает, вниз идет, песни поет. Какие ассоциации у нас возникают в связи с этими строчками, я уверена, вы хорошо помните. Обратите внимание. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Конечно же, в литературном произведении Пушкина это «Царевна-лебедь», а в устном народном творчестве прообразом послужили фольклорные героини. А сейчас, ребята, мы с вами продолжим участие в литературной викторине. Задание. Вам нужно будет определить, из каких произведений Пушкина взяты эти строчки. Ветер весело шумит, судно весело бежит, в синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут. Я уверена, вы узнали, что эти строчки взяты из его сказки о царе Салтане. Дома в ту пору без дела злая мачеха сидела перед зеркальцем своим и беседовала с ним. Думаем? Вы угадали. Это сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Следующие строчки. Как ты смеешь, мужик, спорить со мною, со мною, дворянкой столбовою? Так. Это были строчки из сказки о рыбаке и рыбке. И последние строчки. Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Надеюсь, что вы узнали. Это строчки из его сказки о попе и работнике его балде. Следующее задание. Вы должны продолжить фразу. Я надеюсь, что вы с блеском справитесь с этим заданием. Ребята, я поздравляю тех, у кого не было ни одной ошибки. Сказка ложь, давний намёк, добрым молодцам урок. А балда приговаривал сукоризной, не гонялся бы ты поп за дешевизной. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Я там был, мёд, пиво пил и усы лишь обмочил. Сегодня на уроке мы выяснили литературно-фольклорные связи произведений, узнали, какие фольклорные элементы использовал Пушкин в своих сказках, определили прообразы его произведений, выявили особенности сказок поэта. Кроме того, мы с вами приняли участие в литературной викторине по сказкам Пушкина. На этом наш урок подошёл к концу. Я желаю вам успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok